Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу как настраивать передачу данных из системы PuzzleBot в AmuCRM. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные про обращение клиентов из системы PuzzleBot в другие системы. Например, вы сможете создавать новые сделки в AmuCRM, удобно обрабатывать, хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных PuzzleBot. Теперь необходимо указать действие, получить данные. На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт PuzzleBot в системе Apex Drive. Укажите название вашего аккаунта, если необходимо, и кликните сохранить. Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных и перейдите в личный кабинет PuzzleBot. Далее необходимо перейти в раздел настройки. Переходим в раздел интеграции и добавляем новый адрес для Webhook запросов. После этого вам необходимо сгенерировать тестовые данные путем общения с ботом, который вы подключили к PuzzleBot. В данном случае я подключила бот в Telegram, поэтому я напишу в него. После того, как вы совершили переписку с ботом, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем AMO CRM. Теперь необходимо указать действия, например, отправка сделок. На этом этапе вам необходимо подключить ваш AMO CRM аккаунт к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Далее вам необходимо указать воронку и статус, в котором будут создаваться новые сделки. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые переменные назначены, кликаем продолжить. Теперь вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните отправить тестовые данные в AMO CRM. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok